в этом видео разберем с вами поиск поиск в grid box store интернет-магазин на джумла как вы вывести какие есть вариации то есть поиск у нас имеет умные подсказки то есть если мы ищем по части слова и есть совпадение на сайте то вот вы сейчас видите выскакивает вот такие вот подсказочки сразу с картинкой с названием и ценой и сразу с кнопкой заказать или же перейти в каждый товар в отдельности кликнув по нему посмотреть его или же в этом поиске нажать еще enter и мы перейдем на страницу так называемые результаты поисков которые тоже нуждаются в настройке она также может красиво выглядеть вы сейчас видите как список категорий товаров вашего магазина урок номер 17 меня зовут федор васильев давайте разберем эти моменты итак на том сайте который мы с вами делаем на демо сайте поиска еще нет давайте разберем как это сделать как я уже говорил ранее шапка сайта верхняя часть сайта и подвал сайта это сквозные элементы любые настройки в одном лишь месте на какой-то одной странице в этих местах то есть шапка и подвал будут сквозными и это будет применяться ко всем страницам то есть это достаточно настроить где-то в одном месте возможно я повторяюсь но это было других уроках поэтому для тех кто смотрит сейчас это первый раз чтобы было понимание поэтому мы заходим абсолютно в любую страницу то есть я захожу в магазин от пиццы например и захожу в любую страницу это может быть макет категорий в режиме редактирования чтобы просто поместить иконку поиска вообще поиск изначально то есть у меня отведенная колонка уже к этому есть я нажимаю плюс и ищем поиск причем вы должны понимать что поиск здесь в несколько вариантов поиск это приложение скорее всего для блога то есть для страницы блога ведения блога и отдельный есть свой поиск он называется видите поиск по магазину кликаем по нему здесь вы пишете на русском языке например искать иконка поиска здесь можно заменить или оставить какая есть живой поиск это как раз то что умный поиск умные подсказки по заголовкам товаров которые уже присутствуют на сайте и дизайн давайте сразу я сделаю белый потому что не видно ничего вот это если мы настраиваем поиск как он есть то есть у меня устроено немножко по-другому на сайте у меня по клику во всплывающем окне появляется вот этот поиск естественно я покажу как я это сделал а если хотите просто поиск использовать да то в принципе вот он уже готов вы сохранитесь единственно здесь не умещается потому что я не на это рассчитывал да а именно на всплывающее окно вот он поиск он будет уже искать например я ищу пиццу подсказки работают перейду в товар сразу попадая внутрь товара до или сразу посмотрим результаты поиска страницы как бы уже есть но она не настроена вообще никак поэтому давайте осмотреть то есть смотрите сам поиск я удалю и ставлю здесь плагин всплывающая секция а уже в него я вставлю поиск то есть так это можно здесь реализовать находим с вами плагин всплывающая секция вот он выбираем здесь видим сразу у нас есть некая иконка я предлагаю сразу перейти иконка поиска до чтобы быстро найти иконку пишем сервис поиск переводе да выбирайте любую иконку которую вам нравится вот эту с долларом возьмем перейду в дизайн межстрочный я уберу он здесь не нужен размер на наставим такой же заливку сзади я наверное видеть не хочу поэтому смотрите давай сначала зайдем в отступы а внутренние отступы я все беру верхние наверное тоже уберу здесь у меня отступов нет и в дизайне я просто скрою цвет то есть просто вот этим вот ползунком прозрачность видите что просто была у нас иконка и сама иконка фон убираем при наведении имеет наш фирменный цвет вот и по значит отступам у нас до перехожу в общую секцию из у каждого у нас есть вот такая вот секция за заходим сюда и делаем по центру вот в общем не буду здесь сильно много время тратит на выравнивание я думаю вы здесь уже поиграетесь исправитесь сами то есть вот она в принципе уже ровненько возможно немножко иконка сама по себе не то но на сайте я использую другую иконку обычного поиска здесь я решил взять другую иконку вот и что происходит смотрите теперь это только мы с вами вывели всплывающее окно то есть фактически это не является поиском наводим мышь видим шестеренку именно на этот поиск и находим вот такую пиктограммку открываем это настройка всплывающего окна вы можете выбрать чтобы окно всплывало либо слева вот как сейчас вы это видите в режиме редактирования либо справа либо по центру я это делаю по центру по центру это lightbox соответственно затемнение сзади можете цвет поменять затемнение экрана а уже вот сюда вы можете разместить поиск здесь как можно поступить ширину окна можете выбрать там больше сделать там на весь экран опять же подробно останавливаться не буду заходим сюда вбивающий раз поиск и вставляю поиск магазина именно здесь я напишу искать пишу искать и в принципе эту страницу уже более детально вы сможете настроить я думаю самостоятельно давайте проверим на данном этапе как у нас это работает перехожу в поиск вот так вот видите всплывает окно и только здесь уже человек начинает что-то искать что-то вбивать поиск работает все в порядке думаю здесь остановимся теперь давайте результаты поиска если человек нажмет enter попадает вот на такую страницу во первых здесь на английском языке это системная страница вы переходите в админке сайта системная страница на самом деле у вас таких будет две страницы самая верхняя store это магазин store search результат page и у вас еще будет вот эта search а это уже результаты поиска страницы для блога когда вы ведете блог поэтому правой кнопкой мыши клику здесь просто для себя переменную на русский язык сохранить страницы результата поиска магазин и просто настраивать эту страницу как вы уже настраивали страницу результатов поиска вы решаете выводить ли здесь значок добавить в избранное можно скрыть выводить ли описание менять кнопку заказать опять же подробно останавливаться не будут во сколько колонок выводить вот этот результат поиска не забудьте вот сюда зайти результат или все что угодно можете здесь написать результат поиска это выглядит как вот демки да вы естественно заходите находится в такую шассеренку в середине здесь по идее находятся все настройки например в четыре колонки отображать вот вы это видите результаты выдачи поиска по вашему сайту или в две колонки вы также решаете отображать ли на странице сколько элементов если товаров найдено много перед тем как появится вот эта постраничная навигация вот здесь вы этим управляете и также выбрать как это будет отображаться обложка карточка список классика и так далее все настраиваете не забывайте посетить дизайн размер вот это изображение миниатюры меняется здесь да дальше вы настраиваете заголовок и даже кнопку заказать также переходите все настраивается здесь размеры отступу отступы также здесь с отступами можете поиграться в общем здесь я подробно уже не останавливаюсь пускай у нас выводится вот так давайте вот что еще сделаем вот здесь ниже что я не хочу выводить пускай отзывы не выводится выводится заголовок изображение все больше ничего не хочу выводить сохранимся не забудьте что эту страницу также придется прогонять по всем устройствам именно настроить мобильную адаптивную версию для планшета ноутбука план идти смартфона а просто урок об этом будет у меня чуть позже вы его посмотрите и после этого урока уже по аналогии настроите каждую страницу в отдельности именно мобильную адаптивную версию то есть если я посмотрю сейчас в принципе перестраиваются блоки да но возможно где-то надо будет правки делать а вот хотя бы сейчас смотрите меню видите просто ужасно смотрится это не настроено как это настраивать я покажу в дальнейшем просто даже на этом уровне если мы сохранимся пойдем с вами на сайт пойду на например пицца давайте попробуем что-то найти нажму enter просто находит один товар потому что только один товар имеет у меня 30 метров именно в заголовке есть это слово вот видно что картинка здесь сверху снизу обрезается значит картинку надо уменьшать чтобы она попадала в эту область но вы уже поняли как действовать думаю справитесь настроить это самостоятельно информация для тех кто хочет освоить конструктор страниц gridbox на высшем уровне узнать все детали и тонкости для вас я специально приготовил пошаговый видеокурс здесь сейчас увидите информацию лендинг печь на лету 20 а также и другие продукты полезные от компании был бы например это конструктор форм для построения лид формы для сбора заявок тоже очень важная тема технологии drop and drop все очень быстро красиво можно очень сложные формы настроить калькулятор услуг и так далее для этого я подготовил вот здесь вот информация курс по формам и конечно же я хочу чтобы вы сэкономили на приобретение данных веб-инструментов я предлагаю уникальный бессрочный промо-код с 50 процентной скидкой на приобретение всех продуктов от компании был бы вот вот и Субтитры сделал DimaTorzok